Приглашаю вас на программу по здоровому кето и интервальному голоданию от доктора Берга. Неважно, вы только начинаете или ваш прогресс затормозился, эта программа может вам помочь. Вам будет доступно огромное количество видеоуроков. Есть видео о том, чем конкретно питаться, где разбираются все детали. Там масса примеров того, что и как нужно есть. Я также расскажу, чего нужно избегать со всеми подробностями. Когда вы пытаетесь похудеть, вы часто сталкиваетесь с барьерами, такими как вечеринки и праздники, семейные ужины, заедание стресса, еда от скуки. Я дам вам решения, которые вам точно помогут. Следующий пункт — питание. Это важная часть здорового кето. Вам нужно понимать основные принципы питания, когда речь идёт о еде. Потому что пища — это те самые кирпичики, из которых строится ваше здоровье. И оно зависит в первую очередь от того, насколько эта пища богата нутриентами. Дело не только в снижении калорий, но и в питательных веществах. Я дам вам много информации и знаний о том, как распознать, чего не хватает вашему телу, что с этим делать, и как получить то, что вам нужно из еды. Таким образом, эта программа повышает ваши шансы добиться успеха, а также демонстрирует, как всё сделать правильно, чтобы приобрести новые здоровые привычки на всю оставшуюся жизнь. Какая тренировка или активность, когда-либо существовавшая на этой планете, сжигает больше всего калорий? Сегодня обсудим. Вся эта информация верна для того, кто весит около 70 кило. И мы будем исходить из того, что человек посвящает всем этим видам активности один час. Многие из этих упражнений невозможно выполнять целый час. Но просто для удобства сравнения я перечислю эти виды активности по количеству калорий, сжигаемых в единицу времени. А затем я поясню кое-какие очень важные моменты насчёт калорий, поскольку дело не только в сжигании калорий. Начнём со сна. Мы сжигаем 50 ккал в час, когда спим. Далее, сидение. Сидячее положение. Сидение на диване. Мы можем сжигать 65 ккал в час, просто ничего не делая. Кстати, если жевать жвачку, можно сжигать на несколько ккал в час больше. Если смеяться, можно сжигать на несколько ккал в час больше. Если ёрзать, можно сжигать на несколько ккал в час больше. Но очень несущественно. Итак, если сидите вечером перед телевизором и едите попкорн, включите комедию, начните смеяться, ёрзайте и жуйте жвачку вместе с попкорном. Далее, когда мы стоим, мы тратим чуть больше энергии, мы сжигаем 110 килокалорий. Секс — это не упражнение, хотя, наверное, можно считать упражнением. Сжигается около 200 килокалорий за час, но вряд ли много кого хватит на целый час. Пожалуй, оно длится, не знаю, минуты 4, может, 10. Далее, планка. Час планки сжигает 240 килокалорий. Странно, я думал, во время планки сжигается гораздо больше. Нужно будет перепроверить. Но вряд ли большинство людей смогут держать планку дольше 5 или 10 минут, тем более час. Ходьба в умеренном темпе — километров 5 в час. Сжигается около 240 килокалорий в час. Боулинг — 250 килокалорий. Энергичная уборка дома — 250 килокалорий. Работа в саду, на огороде — 270 килокалорий. Йога можно сжечь — 280 килокалорий. Быстрая ходьба — 6-7 километров в час. 340 килокалорий. Гольф — 360 килокалорий в час. Эллиптический тренажер в умеренном темпе — где-то 400 килокалорий в час. Более продвинутая йога, такая как силовая йога, позволяет сжечь где-то 400 килокалорий. Все тренировки в следующей ячейке сжигают где-то 420 килокалорий. Софтбол, бейсбол, роллерблейдинг, роликовые коньки, велосипед со скоростью 16 километров в час, интенсивное поднятие тяжестей, танцевальные тренировки зумба и аэробика в умеренном темпе. Все это позволяет сжечь 420 килокалорий за час. Интенсивная аэробика с танцами сожжет где-то 440 килокалорий за час. Волейбол — 450 килокалорий в час. Ходьба с рюкзаком — 450 килокалорий в час. Теннис — 450 килокалорий. Гребля — 470. Велосипед со скоростью 19-23 километра в час — где-то 470 килокалорий. Все тренировки в следующей ячейке сжигают где-то 480 килокалорий в час. Баскетбол, футбол, бег — 8-10 километров в час. Интенсивная тренировка на эллиптическом тренажере — 480 килокалорий в час. Далее, плавание с умеренной интенсивностью — 510 килокалорий. Лыжный кросс, я этим занимался. Это довольно серьезная тренировка. 550 килокалорий в час. Боевые искусства, дзюдо, карате и прочее — 560 килокалорий в час. Прыжки со скакалкой — 560 килокалорий за час. Я бы на это посмотрел. Скалолазание в помещении и под открытым небом — 570 килокалорий. Это, конечно, зависит от количества передышек. Вряд ли кто-то может лазать по скалам целый час. Интенсивная гребля — 570 килокалорий. Кикбоксинг — 580 килокалорий. Интенсивная езда на велосипеде — 23-25 километров в час — 590 килокалорий. Бег — 10-11 километров в час — 590 килокалорий. Энергичное плавание, высокоинтенсивная интервальная тренировка. Кроссфит — все это позволяет сжечь 590 килокалорий за час. Конечно, без учета периодов отдыха и так далее. Во время отдыха столько, очевидно, не сжигается. Бег в гору — 800 килокалорий в час. Я бы посмотрел, как кто-то бежит в гору в течение часа. Меня хватает, думаю, секунд на 15-20. А потом надо передохнуть. Бег со скоростью 16 километров в час — это очень быстро. 1126 килокалорий. Конечно, никто не сможет бежать час так быстро. Но столько калорий можно сжечь в сравнении с другими видами активности. А вот, смотрите, рубка дров топором — 1196 килокалорий в час. А теперь упражнение, которое позволяет сжечь больше всего калорий. И это бег на короткие дистанции — спринт. 1200 килокалорий в час. Звучит, конечно, безумно. Но если бегать на короткие дистанции, используя всю свою энергию, сжигается очень много калорий. Всё это очень интересно, но надо объяснить главные моменты по поводу сжигания калорий. В чём цель сжигания калорий? Для чего вообще сжигать калории? Вероятно, чтобы похудеть. Но тогда надо задать такой вопрос. Какие именно калории надо сжигать? Надо ли сжигать калории из сахара? Или надо сжигать калории из жира? А может, надо сжигать калории из белка, из ваших мышц? Пожалуй, нет. Вероятно, вам надо сжигать жир. Но если вы едите сахар, вы будете сжигать сахар. Если вы будете есть жир без сахара, вы будете сжигать жир. Если тело начинает сжигать ваш белок, ваши мышцы, значит, у вас перетрен, вы не спали, или, возможно, вы на длительном голодании. При этом вы используете не только запасы гликогена, но и запасы жира. А мышцы тела сжигает в последнюю очередь. Но это уже называется голодом. У многих марафонцев есть некоторая атрофия, ведь они вырабатывают столько энергии, сжигают столько калорий, что им очень трудно сохранять большую мышечную массу. Ведь если при высокой интенсивности увеличить длительность нагрузки, повышается уровень кортизола, а кортизол разрушает мышцы. Когда речь идёт о калориях, очень важно никогда не допускать перетрена. Давайте посмотрим, что происходит внутри клеток во время тренировки. Мы используем энергию с помощью механизма, который называется митохондрией. Количество калорий, которое вы сжигаете, на самом деле зависит от того, насколько здоровы ваши митохондрии. Как узнать, в каком состоянии ваши митохондрии? Посмотрите, много ли у вас энергии? Сохраняется ли у вас в какой-то мере выносливость и энергия даже после тренировки? Некоторые препараты разрушают митохондрии, например, статины, они блокируют холестерин. Одна из главных причин этого в том, что статины лишают человека очень важного нутриента, который нужен митохондриям, чтобы вырабатывать энергию. Это кофермент Q10. Л-карнитин — ещё один такой нутриент. Есть несколько средств, которые позволяют увеличить количество митохондрий и их мощность. Это, конечно, тренировки, но только если вы отдыхаете между тренировками и полностью восстанавливаетесь. Здоровая щитовидка помогает увеличить количество митохондрий. С увеличением мышечной массы автоматически увеличивается количество митохондрий. И поэтому, если вы хотите улучшить метаболизм, вам надо позаботиться о том, чтобы у вас было достаточно мышечной массы. У тех, кто использует Аземпик, снижается вес, но при этом они теряют мышечную массу. Это его побочный эффект. Порой кто-то решает, «Буду использовать этот препарат всю жизнь». Серьёзно? Я бы не стал. Возможно, вы начнёте терять вес, а потом вдруг начнёте терять митохондрии. Интервальное голодание тоже может стимулировать увеличение количества митохондрий. Хочу ещё кое-что сказать. Есть потрясающий анализ, позволяющий заглянуть в митохондрии. Это называется метаболомика. И узнать, получаем ли мы достаточно топлива для митохондрий. Если вы тренируетесь, очень важно получать достаточно топлива для питания этого механизма. А один из лучших видов топлива для митохондрий — это мясо. В мясе есть все кофакторы, витамины группы В, микроэлементы и большинство белков, которые необходимы для питания и укрепления митохондрий. Закаливание, когда вы погружаетесь в ледяную воду или принимаете холодный душ, оказывает любопытное действие. Это вынуждает митохондрии вырабатывать огромное количество энергии из пищи, которую вы съели. Есть данные о том, что ресвератрол может стимулировать рост митохондрий. Если у вас есть инсулинорезистентность, а она, вероятно, есть у 90% людей, это может сильно разрушить ваши митохондрии. Из-за этого вы можете быть неспособны использовать глюкозу. А если вы продолжаете есть глюкозу, вы не можете сжигать кетоны. То есть, чтобы у вас начал сжигаться жир, вам надо урезать углеводы. Ещё одна тема — это гормон роста. Гормон роста помогает снизить инсулинорезистентность. Он также помогает нарастить мышечную массу. Он помогает сжечь больше жира. Когда вы бежите во весь дух 10-15 секунд, а потом отдыхаете 4 минуты, возможно, вы не сожжёте много калорий. Но у вас повысится гормон роста спустя сутки или двое, когда вы будете спать. И поэтому вы будете сжигать жир во время сна. Вот почему не нужно смотреть на сжигание калорий, как на механический процесс, ведь тут есть и другие факторы. Ещё одна большая типичная ошибка тех, кто тренируется, чтобы сжечь калории. Они тратят огромное количество энергии в спортзале, но при этом едят слишком много углеводов. В итоге они сжигают весь сахар. У них возникает чувство голода, тяга к сладкому, к сахару, и они постоянно восполняют углеводы, перекусывают. И они никогда особо не худеют, ведь их тело работает на глюкозе, и они её тут же восполняют. Итак, если говорить о похудении, то тренировки обеспечивают 15% результата, тогда как диета обеспечивает примерно 85% результата. Ведь сколько бы калорий вы не сжигали, не будет ли мудро сосредоточиться на сжигании жировых калорий, а не ускорять метаболизм, чтобы сжигать больше калорий из сахара и снова есть сахар? Нелогично. Но если речь о тренировках, и мы хотим сжигать максимум калорий с помощью тренировок, то нужно тренироваться с максимальной возможной для вас интенсивностью и задействовать максимальное количество мышц верхней и нижней части тела. Недавно я сделал метаболомный анализ своих митохондрий. Я тренируюсь много, бегаю в гору, делаю много всего. У меня был перетрен, так что я снизил активность, стал больше спать, и состояние митохондрий улучшилось. Я думаю, что за метаболомным анализом будущее, ведь он позволяет прогнозировать проблемы задолго до появления симптомов. Чтобы узнать больше о лучшей диете, которой вам надо следовать, чтобы у вас были очень здоровые митохондрии, вам стоит посмотреть вот это видео. Субтитры создавал DimaTorzok